Здравствуйте, дорогие друзья! Напоминаю вам, что мы есть в Рутубе, что Максим есть на Дзене и в Ютубе, а я есть на Литресе. Я написала книгу, которую я выложил на Литрес. Сейчас я пишу вторую, которая будет очень своеобразной, в отличие... Ну, в смысле, первая тоже всем заходит, если чё. Я так похвастаюсь немножко. А вторая будет очень оригинальная, скажем так, даже по отношению к первой. Надеюсь я на это, что у меня получится передать всю остроту чувств. Поэтому читайте первую, чтобы потом почитать вторую. А если вы не хотите читать, то распространяйте и помогайте мне распространить бабушкам, дедушкам, потому что это наше время. И многие, кто пишет мне в комментариях, говорят, что окунулись в то время. Ребята, окунайтесь в мое время, чтобы понять нас более старшее поколение. Ну, а сейчас мы будем слушать соду лав, соду луф. Я каждый раз забываю, что за причиндала рядом с содой. Все время забываем. Итак, сорбет. Сорбет. Смотрю назад и мне становится так страшно от того, что я вряд ли бы прошел этот путь бажды. У кого-то сушняк, кто-то жадный до жажды. И лишь поступки делают любые слова важными. Воздушные замки бумажными, губы-киски влажными. Невозможно взвесить все риски, даже на шее папаши. Можно в траншее оказаться мертвым, как от ганджи. Я не спальчик, но нашел себя в капусте. Привет всем пропадшим. Неудачники пусть сидят, ждут и верят дальше, что жизнь может поменяться к лучшему. По щелчку однажды. Если кинули один раз, значит кинут и дважды. Заработать кэш может кто угодно, но доверие не каждый. В семнадцатом году, начиная с лета, полгода на небе ночевал на поле. Одета без денег, на хлеб и без документов, но даже тогда реже грустил, и меня бесит это. Деньги дали возможность ныть в любых моментах, вешать нос и плыть в любом направлении, не боясь крена. Раньше все, что во мне было, это просто вера в то, что я смогу ловить ртом, плю я против ветра. Я не боялся поступать неверно, уж лучше, чем поступать в универ, но вместо него на первом же курсе гонять на тусы и попеременно. Приходить на пару, либо с тусклым еблетом, либо накуренным в говно, либо захавав колеса и эндом. Так вот, в чем ошибка студента, никогда не мог пройти без проблем, даже сто метров, ну а хавать сорбет с говном, или говно со вкусом сорбета, решай сам, амбиции соизмеримы с размером эго. Кто-то на супинаторах чешет в чешках от эко, кто-то калечит свои пятки, ходя в лабутенах, у кого-то течет фляга конкретно, но ее лечат ляпки, и не ногой к психотерапевтам. Кто-то ныряет в алкогольную реку, как Нептун, случайные связи на прятках тоже вносят свою лепту, в общую суету. Блядь, сколько уже лет тут провел, будто жилет, придав свою голову пеплу. Не проходит и дня, чтобы я не сожалел об этом. Не потому, что я здесь, и не потому, что я должен. Я вспоминаю себя в прошлом, когда я был глупым мальчишкой, который совершил ужасные преступления. Я хочу договорить с ним. Хочу вправить ему мозги. Ну, друзья мои, я, конечно, не знаю, что он там, что он там. Но что-то тут какая-то история, ее было интересно слушать. Я обычно, по-моему, суду никогда особо не люблю, да? Да, да. А тут что-то такое. Повеяло чем-то более серьезным, чем всегда. Вот так я как бы сказала. Конечно, тема не раскрыта. Если он заинтриговал и сказал что-то там у него какие-то были непонятки, то он должен нам тут был все рассказать. А теперь что, мне ночью не спать и думать, что там с содой произошло когда-то? Ну, в свете того, что если... Ну, вот, когда такие песенки начинаются, когда ты какие-то подводишь итоги, когда ты что-то там планируешь, что-то рассуждаешь, это говорит о том, что человек начинает расти, взрослеть, и у него не просто а-ля-ля-ля-ля, а-ля-ля-ля, ай-на-не, а что-то более серьезное появляется в мозгах, и человек начинает меняться. Ну, вот, мне так кажется. Поэтому я думаю, что... Вот благодаря такой песенке, еще не совсем сформировавшейся, не совсем правильной, не совсем такой, которую можно было бы сказать вау, но уже видно, что человек собирается меняться. Будем надеяться, что он изменится еще до того, как я брошу слушать эти реакции. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok